Как же давно мы не слышали про новые MMORPG. За прошедшие полгода на слуху оказались считанные единицы проектов, и большая часть из них широкой общественности оказалась абсолютно неинтересна. К примеру можно взять CorePunk, который довольно неплохо себя показывает, однако из-за отсутствия инвестиций в маркетинг и бесконечных переносов закрытого бета-тестирования продукт всё ещё неизвестен подавляющему количеству перспективных пользователей. С другой стороны, можно упомянуть World of Runeterra, MMORPG от небезызвестной Riot Games, по их основной вселенной. Лиги Легенд. Данный продукт наоборот находится у всех на слуху, но вот с его релизом ничего не ясно, ведь разработчики даже официально его не анонсировали, а вся информация поступает от ведущего продюсера проекта. В таких условиях хочется услышать хоть про что-то новое, и как назло, последние месяцы никаких интересных или хоть немного громких анонсов не происходило. Всё изменилось буквально неделю назад, когда интернет наполнился информацией о грядущем бета-тестировании нового MMORPG в восточном сеттинге под названием NoxHat. И именно о нём мы сегодня будем вести речь. Однако предварительно мне бы хотелось передать слово моему постоянному спонсору. Как известно, там, где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили развести всех, прежде чем разведут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но у одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял кинуть обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало кидалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вкачать. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения, и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины. Торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались медленно, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фанпэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никакой головной боли. Только фан, профит и любимые игры. Что ж, с рекламной интеграцией разобрались, а значит можно смело переходить к общей информации про проекты, дабы вы понимали, о чем вообще идет речь и что в ближайшее время мы будем обсуждать. Дело в том, что NoxHat, в отличие от многих других MMORPG, которые периодически анонсируют, создается вполне себе именитой студии, которая вам при этом, скорее всего, неизвестна. Роль разработчика и издателя выступает Arhazaar Games, которая вам, маловероятно, что-то скажет. А вот их прошлое MMORPG, которое они выпускали, вам может быть знакомой, ведь именно из-под крыла этой студии вышла игра под названием Dragon Raja, которая была создана исключительно для мобильных устройств. Как бы странно это ни звучало, но хотя продукт и вышел на мировую арену, но популярность обрел исключительно в русскоязычном сегменте и на Востоке. Именно поэтому для значительной части пользователей NoxHat это не просто новая MMORPG, а вполне себе ожидаемая игра, которая, между прочим, разрабатывается в Поднебесной. Почему я это отметил? Очевидно потому, что это важно, ведь для обывателя вся Азия едина, и обычно, когда идут речь про азиатский MMORPG, наши малыши-крепыши, обожающие западные продукты, начинают недовольно хмуриться и фыркать свои длинные усы. Но здесь ситуация немного иная. Ведь те самые ММО, которые пестрят яркими красками и растекаются в сотнях спецэффектов, это творение Южной Кореи, а здесь работа мастеров из Китая. Поэтому и стилистика, и исполнение, и механики несколько отличны. Важно понимать, что NoxHat разрабатывалась последние три года, и более того, изначально продукт готовили под мобильное устройство. Скорее всего, разработчики хотели создать сиквел к Драгон Раджа, или выпустить ещё одну успешную франшизу для мобильных. Тем не менее, по каким-то причинам продукт решили сделать кроссплатформенным, что в свою очередь означает, что вы сможете играть в него как на телефоне, так и на компьютере. В перспективе возможно портирование на консоли. Кстати, говорят, что в продукт уже можно играть с помощью геймпада, что, как вы понимаете, весьма удобно. Кстати, про стилистику. Мир игры уже окрестили кукольным, и в этом есть что-то своё. Сама игра не пествит китайским колоритом и вырвиглазными текстурами. Нет, местная графика вполне приятна, и чем-то напоминает знаменитый Genshin Impact, возведённый в абсолют. Проще говоря, аниме, мужики. В целом, на то, что впереди нас ожидает, аниме намекает и вступительная сцена после завершения пролога. Простите, не та сцена. Осмелюсь предположить, что мою публику подобная графика и подобное начало может отпугнуть, но это не спешите делать выводы. Механики могут вас приятно удивить. Начнём издалека, с меню создания персонажа. Если вы сидите за рынком MMORPG, то вы точно оцените местный кастомайз. Ведь на стадии создания своего героя вам предлагают два чётких, как сейчас принято говорить, в интернете архетипа. Мужской и женский. Именно отталкиваясь от них, вам и предстоит создавать своего персонажа. Столь необходимых в современном обществе амбивалентных персонажей, самый яркий пример которых можно было увидеть в New World, не добавили. Детальной кастомизации через кости, как в том же Black Desert, здесь тоже нет. Вместо этого разработчики предлагают нам старые добрые ползунки, которые, надо сказать, неплохо меняют внешний вид вашего героя. Возможно, это прозвучит странно, но если вас удручает персонаж азиат, вы без труда можете собрать вполне себе европейского католического мальчика. С другой стороны, можно не противиться своему естеству и создать милую азиатскую школьницу. К слову, в комплекте с настройками прически, лица, волос, макияжа и фигуры, идет также и настройка голоса вашего героя, которая здесь подразделяется на целых три категории. Горячая кровь, дикий и, конечно же, нежный. Каждый из разделов будет содержать пять заранее записанных пресетов с оханьями, стонами и вскриками. Фирменной фишкой Noos Hut является то, что здесь экипировка не влияет на внешний вид вашего персонажа. Какие бы предметы вы на него не одели, он всегда будет выглядеть одинаково. Именно поэтому разработчики с первых минут радуют нас возможностью выбрать стартовый костюм для нашего героя. Нужно заметить, что подобные функции есть и в других MMORPG, например Warcage и Revelation. Однако в них выбор заканчивается примеркой и в открытом мире вы появляетесь в образе оборванца. Здесь же можно собрать вполне себе приличный внешний вид уже на старте. Также разработчики предложат вам выбрать вашу будущую специализацию. Здесь, как и в New World или множестве других популярных проектов, все решает оружие, которое находится у вас в руках. Именно поэтому класс как таковой отсутствует. Впрочем, есть и еще ряд нюансов, влияющих на ваши навыки, но об этом немного позже. Главное, что вы должны знать, это то, что на выбор у вас меч со щитом, два одноручных клинка, копье и лук. Позднее в игре открываются арбалет и дротик, однако про их сферу и принципы применения ничего сказать на данный момент невозможно. Ведь игра находится пока еще на стадии закрытого бета-тестирования и подробностей, к сожалению, нет. Лишь после выполнения всех перечисленных требований вы сможете выбрать имя вашему герою. И наконец окунуться в бескрайний мир NoxHat. А он, нужно сказать, бескрайний, без преувеличения. Разработчики из Arkhazaar Games действительно потрудились и создали нечто выдающееся. Сразу после завершения пролога вас ожидает пространство размером в 64 квадратных километра, что по меркам современной игровой индустрии вполне себе приличный объем. Хотя справедливости ради это внушительные цифры и для старых игр, вроде того же World of Warcraft. Ведь карта классического Азерота может похвастаться символическими 23 квадратными километрами. Почти в три раза меньше. При этом нужно заметить, что в восточных продуктах очень любят разбивать мир на отдельные локации, что заставляет игроков постоянно страдать от бесконечных загрузок при переходе из одной зоны в другую, а зачастую и при передвижении внутри одной территории. Здесь же ситуация совсем иная. Разработчики создали один огромный бесшовный мир. Причем загрузка не будет ожидать вас даже при переходе с одного материка на другой. Исключением является использование телепортации. Здесь уж стандартную подсказку и полоску загрузки увидеть придется. Кстати, про передвижение по миру и его внешний вид. Как вы понимаете, столь внушительные размеры предполагают, что разработчики потрудились и над внешним видом окружения. Надо сказать, что к этой составляющей претензий нет. Ведь команда создала чуть больше десятка различных биомов. Среди них есть и классические русские пейзажи с березками, и пустыни, и болота, и арктические леса, и тропические джунгли. Все это плавно вписано в игровой процесс, а поэтому при передвижении из одной территории в другую вы не столкнетесь с резким переходом. Путешествовать вам, кстати, придется часто, ведь игра наполнена неплохой сюжетной линией, которая будет вести вас от первого и до последнего уровня. А также внушительным количеством дополнительных миссий, которые можно будет легко обнаружить при переходе на новый участок неисследованной карты. К слову, перебраться в новую локацию и сразу перейти к выполнению заданий не выйдет. Вначале вам придется обнаружить местную координату, которая предложит вам несколько вступительных миссий. Если ваш уровень и навыки будут достаточными для их выполнения, финальный квест откроет вам новый участок на карте, а также предложит ряд новых задач. Впоследствии вы сможете перемещаться к каждой известной вам координате с помощью телепортации. По сути своей, они будут выступать в роли банфайров из Souls игр. Тем не менее, если подобное передвижение не придется вам по вкусу, вы всегда можете оседлать вашего резвого скакуна, которых здесь довольно большое количество видов, и прибраться в другую локацию самостоятельно. Если же путь слишком далек, или вы, например, еще не изучили новый участок карты, всегда можно воспользоваться поездом на железнодорожной станции. Только имейте ввиду, что передвигаются поезда по строгому расписанию, а проводники, да и сам машинист ждать вас не станут. Так что лучше приходить немного заранее. Отдельно замечу, что есть и шероховатости. Мир игры действительно очень огромный, и для его изучения от вас потребуется крайне много свободного времени. Мотивировать вас исследовать окружающие вас просторы будут и различные спрятанные секреты, а также головоломки, которые могут быть с первого раза непонятны. За их обнаружение и последующее выполнение вы будете получать ценные призы, которые будут зависеть от сложности найденного вами объекта. Дабы этот процесс был еще более интересным, вы сможете использовать в течение путешествия специальный крюк-кошку, который позволит забираться на различные здания, а также высокие уступы. На позднем же этапе игры в вашем распоряжении появится реактивный ранец, который станет гораздо эффективнее, но будет иметь ограниченный срок действия. Кстати, крюк-кошка пригодится и в бою, ведь с помощью нее можно быстро приблизиться к противнику. Так какой же во всем описанном выше минус? Разработчики на текущий момент явно недоработали окружающее нас пространство, и поэтому мир кажется несколько пустым. В процессе путешествия вы можете без проблем обнаружить целые участки локаций, в которых будет только растительность, и не будет ни одного живого персонажа. Весьма вероятно, что эти пустые зоны оставляют под будущий контент, но неподготовленного пользователя это может смутить. Как вы уже, наверное, поняли, созерцая демонстрируемый вам мир и впитывая приличные объемы крайне важной для вас информации, в Noax Hut просто напрашивается хорошо развитая система профессий. Хотелось бы и здесь мне воспеть оду разработчикам, а также отметить, что качество продукта находится на высоте, но на этом этапе у продукта присутствуют изъяны. Разработчики заготовили для нас три добывающие профессии и три созидающие профессии, или проще говоря, крафтовые. Первое это сбор. Она не является официальным навыком и по умолчанию доступна всем желающим. Смысл заключается в том, что благодаря данному виду деятельности вы сможете подбирать все окружающие вас ресурсы. Например, с помощью топора вы сможете срубить дерево, а благодаря кирке разломать камень, который может содержать полезное для вас вкрапление. Кроме этого, собирательство порадует вас такими немаловажными вещами, как возможность сбора фруктов, овощей, кореней и прочих растений. Например, путешествуя по миру, вы можете обнаружить плоды хурмы, которые позже можно будет изготовить или же употребить сырыми на месте. У этой составляющей у разработчиков есть существенный недостаток, который, возможно, они исправят позже, правда это только мои догадки. Дело в том, что все ресурсы вокруг вас неисчерпаемы, а поэтому вы можете добывать одно и то же произрастающее дерево бесконечное количество раз. Вы не сможете его срубить, и оно, соответственно, не исчезнет, даже временно. Да и количество выпадающих вам бревен со временем не уменьшается. Хотя стоит заметить, что не только собирательства могут порадовать вас разработчики, ведь в вашем распоряжении также имеется рыбалка. С ее помощью вы сможете удить рыбу, и нужно заметить, что местный процесс не так интересен, как в New World, но все равно может подарить вам небольшое количество приятных эмоций. Призвано разбавить атмосферу и возможность ловить бабочек. Для этого у вас будет специальный сачок. Несколько позже их иссушенные на солнце трупики можно будет использовать в декораторстве, которое, как вы понимаете, потребуется вам после того, как вы построите свой собственный дом с помощью профессии строительства. Дома являются неотъемлемой частью Ноасхат, открывая вам доступ к уникальному для вас контенту. В этой игре, как во многих других продуктах, их нельзя располагать на открытом пространстве. К сожалению, еще ни одна успешная компания не смогла повторить схему Аркейдж. Вместо этого вас ожидает отдельный остров, где вы сможете заниматься своими делами и периодически приглашать к себе гостей. Однако вернемся к декораторству. Как и было сказано ранее, в вашем распоряжении имеется три созидательные профессии. Первая – это ремесленник. Этот вид деятельности открывает вам доступ к производству различных материалов, а также мебели. Ее с течением времени вы сможете разместить в своих личных владениях или же продать другим игрокам. Вторая – это портной. Тоже довольно важная профессия, ведь портные могут не только обрабатывать волокна растений и кожу, но и изготавливать из них костюмы, отделку для дома, а также различные предметы декора. Вы, наверное, уже заметили, с разнообразием профессий здесь плоховато. Скажу даже больше, аналогичный комплект присутствовал в прошлом проекте компании – Dragon Raja. Тем не менее, нужно вспомнить и про третий навык – повара. Как несложно догадаться, с помощью него вы сможете изготавливать различные блюда, которые будут усиливать вас и ваших фантомов. Кстати, как раз про них. И вот спустя всего шесть пунктов мы, наконец, добрались до главной особенности предстоящего MMORPG. Как уже упоминалось ранее, эта игра чем-то напоминает небезызвестный Genshin Impact, который разошелся довольно внушительным тиражом и покорил сердца не только прожженных жизнью анимешников, но и вполне себе серьезных, взрослых, брутальных мужчин. Игра била в самое сердце своими прекрасными пейзажами, любопытной системой монетизации, занятной боевой системой и, конечно же, системой напарников. Именно она и является отличительной чертой Noxheart. Причем здесь она выполнена существенно приятнее, чем в упомянутом Genshin. Скажем так, разработчики поступили как Activision Blizzard. Взяли чужую идею, разобрали ее на финтики, после чего собрали обратно, но уже в адаптированном виде, под свой проект. И получилось, надо сказать, лучше. Во всяком случае, если верить другим обзорам, а также множеству имеющихся уже в распоряжении рецензий в интернете. В чем же отличие и что же это за система такая? Дело в том, что Genshin Impact подарил нашему брату возможность играть в одиночную игру не в одиночку. Вы были вольны кооперироваться как с другими игроками, так и самостоятельно проходить различные активности при поддержке помощников. Эти самые помощники были представлены независимыми персонажами, каждый из которых обладал своей озвучкой, уникальным внешним видом, характером, историей и, конечно же, набором способностей. Вам же, как хорошему рабовладельцу, то есть другу, нужно было прокачивать этих героев, развивать их возможности и периодически использовать в различных сражениях. В течение времени, как и у любой учительницы в школе, у вас появлялись и любимчики, с которыми вы проводили больше времени, чем с остальными, и которых вы качали активнее остальных. Однако при этом вы не забывали пополнять свою коллекцию. В мире NoxHut эта система сохранилась, но получила некоторые изменения. Для начала вы должны понимать, что местные герои делятся по грейду и звездности. Грейд это фактически их качество. В ходе путешествий, а также открытие различных коробочек и секретов, вы можете получить как синего редкого персонажа, так и эпического фиолетового героя. А если же вы приложите определенные усилия или занесете внушительную сумму в игровой проект, то вы без труда откроете доступ к оранжевым легендарным персонажам. Все они будут требовать от вас опыта для поднятия уровня, который будет начисляться в ходе путешествий. А вместе с этим вам будет необходимо увеличивать и их звездность, которая напрямую скажется на их показателях. В целом, довольно близкая по механике схема используется в небезызвестной Raid Shadow Legends. Если вы не играли в представленный высший продукт или не пробовали нашего гостя, то эта игра точно мимо вас не прошла. Любопытно, что в ходе исследования мира вы будете периодически натыкаться на различные групповые активности, которых здесь довольно много. И выполняя их, вы будете принимать решения, которые в свою очередь будут влиять на ваши отношения с вашими спутниками, что соответственно или будет их усиливать, или не будет иметь эффекта. Также важно понимать, что групповые активности могут быть рассчитаны как на группы из полностью живых игроков, так и на группы, которые будет необходимо укомплектовывать из ваших фантомов. В значительной же части случая вам будет предложен выбор. К примеру, игра может предложить вам пройти подземелье в составе группы из живых игроков, или прибегнуть к помощи ваших неудушевленных товарищей. Конечное решение исключительно за вами. Важно понимать, что в отличие от Genshin Impact, местная система фантомов выглядит несколько иначе. Разработчики не предлагают вам взять образ одного из ваших помощников, а вместо этого позволяют получить от него две дополнительные способности и ультимативный навык. Три же других ваших фантомов также откроют вам доступ к своим ультимативным способностям, которые можно будет использовать в ходе сражений, таким образом влияя на происходящее. Кстати, возвращаясь немного назад, а какой контент вообще может предложить вам эта игра? Здесь начинается самое вкусное. Именно с этого и нужно было начать это видео, ведь эта составляющая больше всего привлекает внимание, и скорее всего может заинтересовать кого угодно. С другой стороны, тогда бы у нас не получилось хорошо структурированного видео. Чем же может порадовать нас Ноасхат? На выбор у нас три типа активностей. Разумеется, наше обсуждение мы начнем с классической ПВЕ составляющей. Практически с первых ваших шагов у вас откроется доступ к подземельям. Они будут встречаться вам в течение всей вашей прокачки, а часть из них станет доступна только после достижения финального уровня. Более того, команда разработчиков заявляет, что некоторые из них можно будет посетить, только предварительно обнаружив их в открытом мире, что частично завязывает доступ к контенту на исследование окружающих вас просторов. Здесь есть важная деталь. При прохождении подземелья вы вольны выбирать, как именно вы хотите их осваивать. Если вы фанат социальной составляющей и взаимодействия с другими пользователями, вам будет предложено запустить систему поиска напарников. Они будут вполне себе одушевленными и живыми игроками, которые также, как и вы, захотят пройти то или иное подземелье с другими пользователями вместе. Таким образом, для освоения вам потребуется найти целых трех союзников. Если же ждать вам не хочется, или же вы уверены в ваших фантомах, можно прибегнуть к прохождению с их помощью. Ваши виртуальные союзники будут сражаться на вашей стороне полностью автоматически, однако ультимативные способности будут применяться исключительно по вашей команде. Присутствует здесь и Пирамида, более известная игрокам World of Warcraft под названием Таргаст, а всем остальным под названием Бесконечная Башня. Принцип ее работы в точности отражает аналогичные башни из других игр. В вашем распоряжении бесконечное количество уровней. Сложность противников и их численность вырастает после каждой побежденной волны. Чем дольше вам и вашим товарищам удастся выживать, тем внушительнее будет итоговая награда. Стоит заметить, что Бесконечная Башня, как и обычное подземелье, можно осваивать в компании фантомов, или же живых игроков. Имеется и не менее любопытная PvP составляющая, в ее классическом и далеко не самом стандартном формате. Игроки, желающие проверить свои навыки в бою, могут выступить в режиме дуэли. Дуэль – это местное название арены один на один. Кроме нее присутствуют еще два режима, которые в других играх вы точно не встретите, и именно они вызывают наибольший интерес. Дело в том, что два оставшихся режима предназначены для ваших фантомов. Первый – автоматический. Вам необходимо собрать команду из трех сильных, хорошо дополняющих себя персонажей, и после этого сразиться с другим игроком. Ваш противник и вы будете выступать в роли наблюдателей, а вот ваши фантомы получат полную автономию и сразятся на арене за вас. Режим довольно любопытен, ведь предполагает десятки различных комбинаций героев, а также делает интересный акцент на автоматизации сражения. Замечу, что подобная схема будет использоваться и в Ashes of Creation, причем, что любопытно, злопыхатели упомянутой вселенной часто приводят в пример автоматизацию сражения как нечто недоступное на текущий момент. Но Ахсхат демонстрирует, что это возможно. Второй режим с фантомами или третий пвп режим по счету порадует вас и еще одной любопытнейшей составляющей. В ней вы сможете сразиться совместно с вашими фантомами против команды противника. Битва будет проходить в режиме 4 на 4. Вы будете непосредственным участником сражения, и поэтому вам придется не только хорошо отыгрывать вашу роль, но и своевременно применять ультимативные навыки ваших союзников. Таким образом, битва оказывается довольно сложной в тактической составляющей и довольно вариативной. Любопытно, что вы можете победить даже если ваш герой умрет, ведь победу могут принести вам ваши фантомы. Нужно отметить, что разработчики еще не завершили работу над всеми режимами и форматами активности, которые должны ожидать нас в будущем. Перечисленный контент это только часть того, чем вы сможете развлечь себя после запуска игры. Однако, имейте в виду, что на этом игровая составляющая не заканчивается. Ведь есть еще и исследования, которые здесь действительно интересны. Поиски сокрытых ларцов, разгадывания и решения довольно сложных задачек, а также возможность совершить кругосветное путешествие с параллельным участием в огромном количестве морского контента. Это все то, что может предложить вам наш сегодняшний гость на текущий момент. И да, вы не ослышали, здесь действительно предусмотрена корабельная тематика, и она довольно неплохо развита. На последок же было оставлено самое важное для каждого современного игрока. Вопрос монетизации и локализации. Начнем с последнего. Но Ахсхат переведена на русский язык, и уже на стадии тестирования можно ознакомиться с сопутствующими трудностями. Нужно понимать, что разработчики DragonRudge, как и в случае со своим прошлым детищем, так и со своим новым проектом, весьма неаккуратно подошли к локализации. Некоторые задания переведены очень плохо. Некоторые сокращения не дают понять, что именно за ними кроется. А некоторые текстовые диалоги вообще истрогают мозг из черепной коробки. При этом аудио, составляющая самих диалогов, не переведена от слова совсем. И более того, скорее всего, никто их локализацией заниматься не будет. Хотелось бы мне сказать, что разработчики из Поднепестной исправят данные накладки в будущем. Но опыт их прошлых проектов указывает на то, что работать в этом направлении они, скорее всего, не станут. С другой стороны, последние годы разработчики вообще не баловали нас переводом на русский язык. Многие студии откровенно игнорировали эту составляющую, а после недавних событий множество игр отказалось от дальнейшей поддержки нашего языка. Здесь с этим кажется некорректным сетовать на подобный перевод. Он хотя бы есть, и это уже довольно серьезный шаг навстречу нашему сообществу. Гораздо интереснее дела обстоят с монетизацией. Но Аксхат является абсолютно бесплатным MMORPG со всеми вытекающими игровыми элементами. Добавьте к этому акцент на кроссплатформенности, и как следствие сопутствующие элементы монетизации, которые свойственны сортирному геймингу. В результате вы получаете продукт, который можно осваивать самостоятельно, ведь буквально за каждое действие вас будут заваливать десятками наград. Но вот когда они закончатся, вам потребуется вложить пару лишних рублей на поддержание штанов. В целом здесь используется схожий подход, что и в Genshin Impact. Главные вложения завязаны на получении дополнительных персонажей за счет прокрутки знаменитого гача колеса, а также на развитие этих самых героев. Кроме этого, игра щедро сдобрена различными элементами кастомизации, которые можно без проблем закупить в магазине. На выходе мы имеем игру, которая не заставляет вас тратить, но позволяет вам быстрее развиваться за счет вложений. Причем развитие это скорее горизонтальное, нежели вертикальное, а поэтому на доминацию над окружающими вас игроками она не влияет. Правда здесь нужна оговорка. Разработчики ранее радовали нас таким прекрасным продуктом, как Dragon Raja, и вот он не может похвастаться щадящей системой монетизации. Пользователи в нем высасывали до нитки всеми возможными способами. На стадии закрытого бета-тестирования действий в этом направлении со стороны Archazaar Games не наблюдается. Однако это не означает, что в будущем нас не ждет очередная порция контента, которая потребует весьма значительных денежных вложений. Но Ахсхад это довольно любопытное MMORPG, которое серьезно выбивается на фоне всего, что мы могли увидеть за последние несколько лет. В основе игры лежит довольно любопытная концепция, которая уже довольно давно присутствует на рынке и может привлекать игроков. Вместе с этим многие элементы этой концепции не просто бездумно позаимствованы, но и довольно качественно адаптированы. В игре есть и свой особенный шарм, который некоторые СМИ сравнивают с тем же шармом, которым обладала Legend of Zelda. Так ли это на самом деле сказать сложно, но замечу, что продукт цепляет. С уверенностью можно сказать только одно, хотя в игре и используется богомерзкая для западного пользователя аниме-стилистика, но игра может заинтересовать, и у нее явно есть будущее. В отличие от многих других продуктов, которые мы периодически разбираем на этом канале, NoxHut является не метафорическим MMORPG, который выйдет когда-нибудь потом. Нет, игра уже вошла в стадию закрытого бета-тестирования, а сам ее релиз запланирован на этот год. Будем надеяться, что это действительно произойдет, ведь данный продукт довольно любопытен. Как раз благодаря тому, что ему удается совмещать в себе множество концепций и идей, не свойственных MMORPG жанру. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова